Вау! Вот это красота! Ненормальная вообще ситуация у меня. Вы не знаете, а это заруба! Всем привет! Шоу «Как карта ляжет» снова рада вас видеть и теперь вам Федор Маслов и Артем Нечаев говорят привет из Будапешта. А к Федору Маслову и Артему Нечаеву присоединяются в sports.ru и наш спонсор в поездках по Европе – шины Hankook. Мы продолжаем путешествовать по странам Европы, изучаем эти города, играем в футбол с местными жителями и в целом все это создано, чтобы кушать. Но, помимо этого, забыл еще сказать о том, что мы, конечно же, кидаем карту. Карта – это неотъемлемая часть нашего шоу. Всегда есть карточка. На одной стороне написано «Нечай», на другой «Фидос». Эта карта, она решает нашу судьбу в этих европейских выпусках. Давайте кинем карту, чтобы узнать, кто сейчас представит нашего первого гостя. Давай! Прошлый выпуск был в Афинах, сейчас, когда летели до Будапешта, я с большущим удовольствием… Чуть не опоздали! Это правда. Я с большущим удовольствием изучал историю Венгрии, интересные факты Венгрии. Хочу все это выливать в ваши уши, но сперва хочется представить нашего первого гостя в Венгрии. И мы представляем молдаванина, который живет в Румынии. Специально приехал из Румынии, с нами увидится. Георгий, привет! Георгий Джикия! Или, как его еще называют, черданцев. Георгий, привет! Привет! Тебя как лучше называть, Джора или Антон? Ну, можно… Эй! Эй! Хорошо! Эй! Как дела? Нормально. Ты пригнал. Ты сегодня рано утром проснулся в своем городе. В каком ты городе живешь? Тимишуара. Это в Румынии. Тимишуара. Звучит очень сексуально. Прям как будто полузащитник сборной Бразилии. Узнал, что мы находимся в Будапеште. Сел в тачку и пригнал. Ну, конечно. Родился в Молдове, пригодился в Венгрии. Покажи, насколько ты нам сегодня поможешь в познании Будапешта? Полный ноль. Полный ноль, отлично! Я самый главный знаток Будапешта. Погнали гулять по Будапешту? Да. Я любовался рекой Дунай и в том числе мостами. Дунай, сколько у нас мостов в Будапеште? 15. Ровно 15 мостов. 15 длинных красивых мостов в Будапеште, которые соединяют два на самом деле города Будду и Пешту. А сам Будапешт изначально образован из трех городов. Еще третий был город. Абуда. Абуда. Они не сильно запаривались на тему названия. Ну, типа Абуда это старый Будда, по-моему. Или новый Будда, что-то такое. Я, кстати, подумал, что вы можете сейчас в комментариях писать соединение имен блогеров. Будапешт появился из соединения двух названий городов. Вот там может у нас появиться пара Фичай, Нечос, Недос. Нечос это кто? Это мы с тобой. Аааа. Еще. Пишите самые интересные пары блогеров, которые прикольно соединяются в какое-то единое название. Самый залайканный комментарий будет самым залайканным. Самый залайканный комментарий мы удалим. Чтоб победил кто-нибудь другой. Жму тебе руку, твою замечательную руку. Вот уже в четвертом выпуске. Сейчас мы проводим уже четвертый челлендж с использованием шин Hankook. Это официальный спонсор Лиги Европы. Это наш партнер. Именно благодаря шинам Hankook стали возможны наши поездки по Европе. И мне они очень нравятся. Мы с Тёмочем соревнуемся в челленджах. Счет у нас плюс пять. Ну ты хорош. Да, я был неплох в прошлом челлендже. Победитель по итогам пяти серий наших челленджей получит от шин Hankook, что он получит комплект зимних шин Hankook, чтобы зимой чувствовать себя комфортно, удобно и замечательно. А проигравший получит наказание, которое придумываете вы, наши многоуважаемые, величайшие, восхитительные подписчики. И, кстати, у вас остался всего лишь один выпуск. Вот этот вот, чтобы еще накидать свои варианты наказаний. И в следующем выпуске вы увидите, ну, видимо, тебя уже будем наказывать. Спокойно, спокойно. Нас впереди ждет футбольный гольф, Петь. Футбольный гольф – это когда мы начинаем с одной части футбольного поля, а на другой части футбольного поля лежит шина Hankook. В нее нужно и попасть за меньшее количество ударов. То есть, шина Hankook как будто бы такая лунка воображаемая. Получается так. Ты начинаешь с другой части поля. Или ты. Или я. Бьем, 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 бьем. И потом разница количества ударов, за которые у тебя получится у меня попасть в лунку, как раз и считается разницей баллов, за которые мы получаем. Давай. Цуэндраш. Я решаю? Ну, я первый. Да? Да? Фига себе. Ты че? Ха-ха-ха-ха. Это неплохо. Ой, хорошо. Это претендент на звание чемпиона мира по гольфу. Три. Трехо. Артемий преодолел это испытание. Надо сделать это быстрее. Вот так себе. Попробую за два. Сейчас я проиграю. Ты победил в этом челлендже. Делаем, считаем разницу. У меня 5, у тебя 3, соответственно 2. И к финальному испытанию мы подходим с очень хорошим раскладом. Очень хорошая одежда. Это безусловно. У нас 2-2 после четырех челленджей и общий счет. Я очень боюсь, что все будет разгром. Нет, разгрома нет. Ничего еще не решено. Тут действительно ничего не решено и в следующем выпуске, в последнем нашем европейском выпуске все решится. Дорогие друзья, впереди зима. Вам нужно обеспокоиться, естественно, о своей зимней резине для машин. Замороз, как же планируется. Конечно. Поэтому я хочу вам посоветовать отличную зимнюю резину от Hankook. У них отличный бесплатный шиномонтаж, расширенная гарантия и, естественно, отличные результаты в тестировании этих шин. Также шины Hankook используют в премиум автомобилях, таких как Audi, BMW, Porsche. Ну и, естественно, Hankook беспокоится об экологии. Они смотрят на тебя и понимают, что с тобой все покончено, а землю еще можно спасти. Землю, извини, пожалуйста. Землю. Нашу матушку-землю спасаем. Поэтому на каждой шиной Hankook ты можешь увидеть QR-код, DMX-код и не использовать там вот эти бесконечные каталоги. Поэтому жизнь, мир и отличные шины Hankook всегда нам помогут. Эти шины носят гордое название Winter I-Sept EVO 3 и подходят идеально для любых зимних маршрутов. Вот, например, ты от дома в сарай за дровами? Да. Пожалуйста. У I-Sept EVO 3 есть отводящий снег к канавке. Такой протектор улучшает сцепление и повышает эффективность торможения на снегу. А еще в этих шинах используется смола с высоким уровнем очистки, из-за чего сцепление на мокрой и снежной дороге становится лучше. Ознакомиться с полным преимуществом шины Hankook, изучить весь модельный ряд и выбрать то, что такому замечательному человеку или любому из вас подходит больше всего, вы можете по ссылочке в описании на официальном сайте Hankook. Во! Мы на площади героев, еще на одной из главных площадей Будапешта. Это вообще может показаться, что у нас очень туристический такой выпуск с такой обильной экскурсией по Будапешту получается. Это так, но, слушайте, я просто шокирован максимально тем, какое количество здесь достопримечательностей в Будапеште, насколько это красивый город. Я даже смотрел путеводитель, там, чтобы качественно познать Будапешт, нужно 5 дней, 5 полных дней. Так что имейте в виду, если будете приезжать сюда. Здесь, собственно, просто красиво, огромная совершенно территория. Но самое-то главное. Вообще, мы не собирались ехать в площади героев, мы просто приехали сюда, чтобы сесть. Я очень хотел прокатиться на Будапештском метро, именно на первой, самой первой ветке, которая называется М1. Мы приехали сюда, чтобы сесть в метро, в ветку М1, в историческую. И вдруг увидели, вау, вот это красота. Поэтому немножко про площадь героев, а сейчас двигаем в метро. Я думал, уже без билета ехать. Я купил три билета. Стоят они 350 форентов. Это 80 рублей. Стоят на каждом билете судопы. Их, видимо, надо пробить. Будапештское метро, вот эта вот ветка М1, это старейшая континентальная ветка в Европе. Первое метро было в Лондоне. Первое метро было в Лондоне, но именно в континентальной Европе, не на островах. Это самое первое метро. Оно открылось 2 мая 1896 года. Я запомнил точную дату, потому что 2 мая этого года Амкал обыграл 2-3 вагона. Длина каждой станции тоже по длине вагона. То есть все очень компактное и маленькое. На остальных ветках поезда современные. Здесь все сохранилось практически с тех времен. Ну, наверное, чуть-чуть по-другому. Интересно, что строили эту ветку открытым способом. То есть не прорубали метро под землей, как это делается в основном, много отдельно. Не прорубали, а просто выкопали, построили и потом закопали сверху, положили асфальт. Из-за этого эта ветка метро Будапешта, она очень неглубокая. И нигде ни на одной станции нет эскалаторов. Кайф. Но мне очень нравится, что я еду сейчас на одной из старейших, по одной из старейших веток метрополитена. Ну, это же очень классно и душевно. Каждый перегон здесь, между станциями, он не более 400-500 метров. То есть мы его проезжаем меньше, чем, наверное, секунд за 30, 25-30 секунд. А общая длина ветки, всей ветки, 4,5 километра. Это вообще ничто, просто ничто. Для сравнения, самый большой перегон в Москве между станцией, между Крылатским и Строгенок. Кто был в Москве и ездил по синей ветке, знает, что это огромный перегон, где он едешь минут 10, наверное. Вот этот перегон составляет 6,6 километров. Здесь вся ветка, состоящая из 11 станций, 4,5 километра. Меньше на 2 километра, чем в Москве. Что, погнали? Заходим? А может, покатаемся? Давай. Но мы обратно не сможем. Обратно еще билеты будут покупать, потому что они дорогие. Нет? Билеты 80 рублей стоят. Как известно, Будапешт это город-челлендж. Все футбольные блогеры вскоре переедут в Будапешт, чтобы снимать здесь челленджи. Но мы, мы с Артемом Мечаем первые, поэтому мы сейчас, находясь рядом со зданием парламента, нашли выстроенный в ряд скамейки. Мы по очереди будем бить мяч вот оттуда. Вот и у кого под скамейкой он пролетит как можно дальше. То есть зачем это нужно? Все очень просто. Придумали такое наказание. Пока я изучал интересные факты про Венгрию, в Венгрии как раз живет обладательница книги рекордов Гиннесса. То есть у нее и просто дома книга лежит, я правильно понимаю? Конечно. Рекордсменка книги рекордов Гиннесса по прыжкам на скакалке. Но типа ничего особенного, но я в этой нарезке видел, что она не только скачет, она там что-то крутит, а она в какой-то момент садится на попу и, короче, подпрыгивает так попу, что прокручивает скакалку. Поэтому наказание у нас практически такое же. У нас вон есть камушек, который залит водой после дождя. Проигравший, тот, кто меньше всего прокатит мяч под лавками, садится в эту лужу и прыгает как чемпионка скакалок. 10 секунд. Становится рекордсменом по прыжкам в луже попы. На капли. Ты сам сейчас говоришь, какой ты будешь, первый, второй или третий? Я третий. Хорошо. Сейчас ты кидаешь карточку, кто первый. Я был уверен, Фидос, он падает уже. Я первый, Фидос второй, Георгий третий. Еще проблема в том, что скамейки, у них есть вот эти вот ножки, и у меня же у них будет спотыкаться, скажем так. Мне кажется, две-три скамейки, это вообще предел. Одна скамейка. Георгий точно не прыгает попкой на кубике. А мы с тем, чем выясняем, кто же все-таки будет прыгать 10 секунд. Да, все-таки две. Пройди только две, пожалуйста, пройди две сейчас. Хорошая заруба получается. Вы не знаете, а это заруба. Ну, мокрен. Серия финальти прям какая-то. Четыре! Да! Я прямо офигеть, как счастлив! Я бросаю. Фор, фор, фор! Будапешт, встречай меня! Ну что, друзья, претендент на звание рекордсмена по прыжкам на мокром камне. Сейчас перед вами выступит Артем Нечаев! Музыку! Ещё пять секунд! Всё! Аплодисменты! Кажешь, О! Ну-ка! Молодец, молодец! Что ты, блин, начал проигрывать в городских челленджах? Это какой-то ненормальная вообще ситуация для меня. Одно из самых красивых, необычных, но не совсем экскурсионных мест в Будапеште это кладбище заброшенных поездов, заброшенное депо. Федя, конечно, жёстко заряжен, потому что здесь находятся заброшенные поезда. Туда попасть сложно, там закрытая территория. Но когда это останавливало человека в оранжевой куртке? Никогда! Называется оно «Кладбище красных звёзд». Нас уже туда не пустили, мы приехали с другой стороны. Там, среди прочих поездов, вроде как, по легендам, можно найти даже поезда, на которых отправляли евреев в Освенцию. И мне очень хочется сейчас пойти полазать по этим заброшенным поездам. За мной, мои дорогие зрители! Я на запретной территории. Посмотри, тут тропинка даже. Вот они, старые поезда. Ну, какая красота! Никого! Крытая или нет, как думаешь? Этого! Наверное, электричка, да, эта какая-то? Ну, то, что да. Работает! Там тоже должно быть интересно. Ну, что, надо по поводу туда отсунуть. Слушай, это здание вокзала, да, старое? То, что мы сначала увидели, это такое, мне кажется, второй половин двадцатого века. Это уже реально старые вагоны, вот деревянненькие. Я даже не знаю, а что здесь вот возить? Ну, только, ну, здесь как бы, ну, можно людей, конечно, здесь вот реально перевозить в таких нечеловеческих условиях. Блин, это очень старые вещи. Есть же вот в этом реально какая-то, какая-то мочь, какая-то магия. Не знаю, меня всегда очень, вы уже знаете, это точно меня всегда очень возбуждают различные заброшки. Еще в первых, самых первых выпусках, как карта ляжет. Больше года назад, когда мы ездили в село Брейтово, я там лазал по различным заброшкам. А тут еще и железнодорожные поезда. Вот эта связь времен, она полностью меня пронизывает. Это круто. Ну, вот, судя по решеткам здесь, это, конечно, похоже на тюремные вагоны, как будто бы на которых, на которых как раз таки им не могли возить евреев в Освенцим. Так снаружи похоже, а изнутри вроде бы и нет, да, там диванчики какие-то. И везде разбросаны тюрьмые бутылки, пачки сигарет, то есть народ сюда приходит потусить. Я бы тоже сюда приходил, я бы сюда девушку на второе свидание позвал, пожалуй. Если бы она оценила, то точно моя девушка. Этот ангар держится уже не очень хорошо. Вот здесь везде прорехи, да, реально куча дырок. Я думаю, в том числе поэтому сюда не особо пускают людей, потому что в любой момент все может рухнуть. Вот он. Вот этот паровоз. А вот это, мне кажется, смотри. Да, паровоз сгорел, все сгорело. Но стоит, осталось, почему-то это, видишь, все равно не утилизирует. Это все должно быть посещаемым. Это все вот нужно оставить в том же виде примерно, но оборудовать, чтобы здесь было безопасно. И все, и будет топово. Но я счастлив, что это не сделано и что мы пробрались сюда. Колесо почти с меня ростом, смотри. Офигенный паровоз. В общем, я немножко почитал, пока мы тут гуляли. Называется оно «Кладбище красных звезд», как я и говорил. Вот та самая красная звезда. Это депо строилось в начале 20 века. Здесь собраны поезда, которые ходили до Первой мировой войны, то есть с самого начала 20 века. Больше 100 лет этим поездам, которые мы здесь видим. Помимо этого, здесь есть поезда еще времен советской Венгрии, когда Венгрия была советской. И именно поэтому Red Star. Только одну звезду здесь обнаружил, но я думаю, что если покопаться, еще звезды какие-то будут, потому что наверняка поезда помечали. Будапешт – суперкрасивый город с огромным количеством достопримечательностей, но помимо вот этих вот официальных достопримечательностей, стоит сгонять и сюда. Место, которое не отмечено, скорее всего, ни в одном качественном путеводителе, но которое появилось в шоу «Как как-то ляжет». Здесь очень атмосферно, очень. Ну, пока главное впечатление от этой коробки – то, что здесь вот есть вот такой замечательный судья. Он ходит, следит за всем, показывает ауты куда. Интересно, он просто приходит покайфовать вот так, или чуваки нанимают его? Мне очень нравится, что Федя уже восхищается судьей. Сейчас была просто великая ситуация. Мне кажется, он просто покайфует здесь. Только когда гол, он свистит, начало снова возобновления матча. А сейчас был аут, и просто две команды жестко начали спорить, чей аут. Судья просто вот так вот стоял такой и смотрел, встал, а мне кажется, особо не следил даже за матчем. Привет. Ты тут? Очень привет. Привет. Что за судья такой? Не знаю, это был какой-то. Местный, видимо. Да, он просто приходит сам посудить. Мы пришли, тут уже венгры были, играли. Да, из Казахстана подписчики. Я открыл советов. Рефери. Да, алло. Я рефери. Вы говорите в английском? Очень хороший рефери. Мне кажется, самый многочисленный состав у нас получился в Будапеште. Целых шесть человек, кто сегодня пришел на нашу сходку. Кто-то с кем-то вообще знаком был? Да, да. Ну, одну вдвоем, допустим. Как так получилось, что вы в Венгрии оказались? Учисли приехали. Можно работать, приехали. А что ты решил поменять в жизни? Наверное, финансовую независимость в первую очередь. И как давно ты тут? Ну как, третий год уже, с начала 19-го года себе. Судьба, что называется. А что делаешь? Работаю на заводе Самсон. Просто приехал сюда зарабатывать бак? Я приехал просто жить, тусить, параллельно работать, потому что тусить за что-то тоже надо. Как бы страна не дешевая. Не дешевая страна Венгрия? Абсолютно не дешевая. Парни, а вот вы учитесь здесь, вам есть кто-нибудь, кому прям очень нравится Венгрия и Будапешт? И прям вообще думали остаться бы здесь? Венгрия очень нравится. А чем здесь круто? Архитектура. Ты из Питера? Архитектура тебе нравится в Будапеште? Ну, город такой молодежный. Здесь много молодежи, они гуляют, ночью вообще без разницы. Да, здесь двери 24 на 7. Тут среднее между Европой и Россией. Не так толерант, всякое такое соблюдается, но и не такое раздолбайство, как у нас. Какие здесь шансы, чтобы остаться? Работу надо найти. Да. И все, и нормально, да? Шансы, после универа шансы большие работать легко. Ну и у вас всех, да, есть такое желание? Остаться в Европе, да. А, подождите, вот вы приехали сюда учиться. Вы за учебу что-ли вообще не платите? Вообще нет. А почему как? Любой человек так может? Или надо какие-то уместные? Это межправительственные гранты. А, вы умные все? Есть, это Россия, Казахстан, страны СНГ могут потом участвовать. Монголия, да, участвовать. Там много стран. Все, пацаны, спасибо вам большое за общение. Все, пофоткните. Давайте пофоткать. Давай, давай. Мы находимся на набережной Дуная и пришли к мемориалу, который называется «Туфли на набережной». Он посвящен Холокосту во время мировой. Сюда привозили евреев, розували и сажали на баржи и увозили в неизвестном направлении. Но на самом деле их далеко не увозили, просто отвозили к середине реки и расстреливали. Причем тела там… Да, причем их связывали и стреливали только одного. Он падал и забирал всех с собой на одной реке. Патроны экономили? Да, они экономили патроны, а обувь могли использовать уже фашисты в своих целях. Перешивал. Мне кажется, это вообще самый какой-то глубокий, чувственный, необычный, неожиданный мемориал, который я видел. Ты сейчас рассказывал, а у меня мурашки хотели убежать, честно говоря. Это очень страшно. И опять-таки вот эта вот связь времен, когда ты осознаешь, что это было здесь, и как бы происходило прямо вот здесь вот, это жутко. Еще одно место, которое я не мог не посетить, оно отмечено в таких правильных путеводителях. Я получал советы от правильных людей, которые знают, куда пойти в Будапеште. Это бар, который называется Симплакерт. Он здесь появился в начале 2000-х. Он был первым среди так называемых руинных баров Будапешта. Здесь вот в этом квартале многие здания шли под снос уже, и какие-то ребята решили попробовать сделать здесь бар. И в итоге это все так разрослось, бары украсили. Я так смотрю по сторонам, потому что здесь уже хорошая тусовочка. Здесь ходят люди, которые здесь постоянно стоят, предлагают разные запрещенные вещества тебе. Помимо этого, в принципе, здесь ходит народ, так что надо за карманами здесь слизить. Разукрасили различными граффити этот бар. И в итоге он и еще несколько похожих руинных баров стали местами в Будапеште, ради которых людям реально сюда хочется приезжать. Много лет они здесь работают, и я надеюсь, что у нас получится показать вам, что же там внутри. По фоткам, во! Симплакерт, вот это не название одного бара какого-то. Я так понимаю, что это название целого пространства. Как нам рассказали, здесь раньше это был завод какой-то здесь. Потом, как я говорил, это возможно все планировали все это сносить. Но в итоге образовалось пространство. Вот сейчас мы сидим на улице. По сути, это стенки зданий, а здесь, ну, просто улица. И вот это уличное пространство, оно оборудовано как раз под такую тусовочную зону, где расположено несколько разных баров. Здесь там винный бар, здесь коктейльные бары, там пивной, здесь еще что-то. Их довольно много здесь. И народ здесь тусуется, отдыхает. Мне кажется, что в пятницу, субботу вечером здесь совсем много людей. Сейчас вторник, вечер. Народ есть, но в принципе, даже при желании здесь спокойно можно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. На любителя, на любителя. Танюхе Менгалимовой здесь бы точно не понравилось, я уверен. Она такие места не очень любит. А так, чтобы посмотреть на этот колорит, мне кажется, разок сюда сгонять точно можно. Заценить, я уверен, что есть прям фанаты таких мест, таких руинных баров, как говорится. Позади нас находится базилика святого Иштвана, главный храм Будапешта. Кота базилика? Данечка считает, что святая Ишница, а не святого Иштвана. Вот с такими каламбурными людьми я общаюсь. Федь, Венгрия является родиной. Венгров многих. Родиной многих венгров. Еще в Венгрии изобрели шариковую ручку. Да. У нас есть шарик, у нас есть ручки. Я предлагаю провести наконец-то челлендж не ножками, а ручками. Предлагаю, типа, катить куда-нибудь мяч, надо куда-нибудь попасть, но именно одной рукой. Так. Кто это первое дело побеждает, а кто проигрывает, я придумал самое жестокое наказание именно для Венгрии. Тот не будет дегустировать гуляш, но он будет смотреть, как другой ест гуляш. Слушай, возможно, кажется, подписчикам, зрителям может показаться, что это не жесткое наказание. Но я сейчас стою и я очень хочу выиграть, честно. Потому что мне кажется, что это прямо жестко. Да, это жестко. Рядом с храмом, которому 150 лет. Ты тоже подготовился, я смотрю. Это битва экскурсоводов. Самое высокое историческое здание в Абапеште. Может, ты расскажешь, кто такой Иштван? Ну, это неизвестно никому. Это все справочники перерыл, нигде не пишут. Вот с этого вот шарика в некоторой степени. Шарика на плоскости, получается. Мы катим мяч вот в ту сторону. Штолб и пальмочка стоят. Вот две вот. Сейчас крупных видите. Туда вот. Ну что, я качу тогда? Не жрать гуляш, это будет кощунство. Поэтому кощунствен будет сегодня Федор Маслов. Я все равно где-нибудь поем гуляш втихаря. Да, это жестко, чувак. Мне неприятно. Ну-ка, сейчас попаду. Так это самое обидное. О, смотри, куда попал. Мне кажется, сейчас мы получим люлей, пора убегать. Мы пришли к зданию западного вокзала. Сейчас на реставрации, но считается вообще самым красивым вокзалом во всей Европе. Внутри все сделано под старину. Я вообще обожаю все, что связано с поездами. И там, на этом вокзале, находится самый красивый в мире Макдоналдс. И мы сейчас, так как меня... Ну как мы? Учитывая, что я могу покушать гуляш, а кто-то не может покушать гуляш. Кто-то будет, видимо, изучать фастфуд венгерский. Ну я довольный, я люблю Макдоналдс. Погнали в это произведение искусства. Что, помимо того, что это Макдоналдс красивый, здесь есть еще и еда. И по слухам, есть поверье, что в Венгрии ужасный Макдоналдс. Да? Ты уже ел в Сербии. И Арина, которая полюбилась нашим зрителям, отговаривала тебя и Даню кушать в Сербии. Там очень невкусный Макдоналдс. По слухам, в Венгрии еще более невкусный Макдоналдс, чем в Сербии. Первое отличие. Во-первых, в этом Макдаке есть соус карри. В России соус карри сейчас пропал. Во-вторых, здесь нет сырного соуса. Самого распространенного соуса в России. В-третьих, я уже попробовал картоху. Картоха здесь намного менее вкусная. Я не знаю, как можно испортить картоху. Передержать ее в этой кастрюле. Можно уже прислезать в Россию и научиться готовить картошку. Здесь есть бургер, которого я нигде не видел. Смоуки сальник. Даня его обкусал уже со всех сторон. Правильно, да. Какой-то петрушка какая-то торчит. Бекон. Я такого не слышал, не видел. Пробуем. Для любителей куриного бургера это точно будет вкусно. Достаточное количество овощей и особый вкус придает бекон. Это бекмак. Классический бургер. В России бекмак. Это очень вкусно. Пока что ощущение, что в целом должно быть норм. Еще отлуча полу наливают. Кому-то ты кофе пьешь. Я думаю, что это типа они природу берегут. Долой пластик. Это очень необычно, когда пьешь вот так кову. А при этом интересно. Может, в мире вообще все интересно. Не забывай об этом. Я помою руки перед едой. Впервые в жизни. Сухо. Бекмак не должен быть сухим. Ну как же. Ребята, ну бекмак. Короче, бекмак испорчен абсолютно. Бекмак хоть и испорчен, я его, естественно, доем. Забываю периодически говорить про ценники. Мне очень интересно сравнивать ценники в России и в других странах. Здесь маккомба, то есть мак, картошка средняя, средний напиток. Достаточно средний. Все достаточно средний, действительно. И два соуса. На русские деньги 405 рублей. 1750 форингов. В России такой комб будет стоить 285. Ну, в принципе, вообще, я слышал о том, что в Будапеште все очень дешево. В том числе и да. Макдонавса сравнивать с Россией и Венгрией. Я считаю, что здесь дороже и менее вкусно. Здесь надо гуляш есть. Наверное, он вкусный. Герой, пожалуйста, я тебя умоляю, расскажи, как так оказалось, откуда ты вообще, во-первых, и как так оказалось, что ты в Румынии? А это острая штука? Да. Прям острая? Мне интересно, будешь отвечать. За каждый интересный ответ, вот такую ложку аджики будешь сидеть. Понял? Договорились. Паприка. Я родился рядом с Русской. Я был в Молдове, потом решил в университете в Румынии. Очень злой. Веси хлебушком, если все жестко будет. Кто хочет больше остроты, у Нечая на канале есть рубрика «Острые вопросы». Отдельно, целая. Где Георги. Вместе с гостями ест острые крылья и отвечаю на острые вопросы. Чикен суп для меня. Для моего другого Георги. Георги Хаджик. Ну что, такое ощущение, что не только Федя сегодня проиграл в шариковую ручку, но и Георги, потому что у вас обоих по куриному супчику. Тайные тарелки мои и операторы, естественно. Что у нас тут есть? Бенгерский бобовый суп. Суп гуляш. И гуляш не суп. Мы вам не врём. Абсолютно честно. Я не пробовал гуляш. И, видимо, не буду. У меня сейчас уточнили. До съёмки, типа, а Федя уже будет за кадром есть? Он сказал, нет, это уже наказание. Да, я тем временем уже попробовал бобовый суп. Он прикольный тем, что, помимо бобов, тут очень прикольная нарезанная колбаска, которая придаёт как раз чё один бобовый суп. Бобовый суп. Почему гуляш? Потому что гуляш – это суп из Венгрии. Родина гуляша – это Венгрия. Понимаешь, как я это запомнил? Чуть меньше года назад, ну, около года назад, когда проходил, участвовал во втором туре отбора на слабое звено на телевизор, тебе звонят, по телефону сдают вопросы, на которые тебе нужно быстро отличать. Таким образом, какую-то твою эрудицию проверяют. И один из вопросов у меня был. «Разовите родину гуляша». Я всегда был уверен, что родина гуляша – это Австрия. Я не понимаю, каким образом сказал просто на автомате «Венгрия». Я до сих пор не понимаю, как это произошло. Мне говорят, правильно. Видимо, я когда-то где-то читал это и запомнил. С тех пор я прямо очень хорошо запомнил, что именно в Венгрии – родина гуляша. Тем временем я попробовал суп гуляш. Жидкость более жидкая по сравнению с бобовым супом. В супе гуляше жидкость просто существует как жидкость. Поэтому в целом я вроде бы постепенно понимаю, почему есть гуляш, а нет суп. Возможно, это ненужный ингредиент в гуляше. Мне кажется, что может быть здесь просто не лучший гуляш. Он действительно не очень. Выглядит так. Так, этим временем распробовал гуляш мне суп. Мне больше понравился, чем суп. Если вы приедете в Венгрию, я советую вам венгерский суп попробовать именно бобовый, а гуляш уже попробовать как второе после супчика. Играть большую матч. А по-английски они говорят? Нет. Мы хотим играть футбол. Мы делаем видео на YouTube. Мы хотим два команды. Микс-микс-тимы. Я не понимаю, что вы язык, извините. Они, наверное, хотят быть одной командой. А, ну слушайте, давайте просто тогда сделаем так. Кто-то из нас попадет сейчас в команду венгры. Мы предложили замиксовать команду. Венгры говорят, нет, мы будем играть вместе. А другой, чье имя сейчас упадет, тут попадет в команду. Да? Ну да. Я иду к Венгеру. А, да-да. На куна команда? А-а-а. Ты такая. Э-э, перс. Горьки? 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 На команду. Еще один международный матч уже в Стамбуле. Был международный матч между русскими и турками. Здесь играют русскоговорящие, не только русские, да, есть ребята из Казахстана, с Украины, да, кто-то, по-моему, против венгров, которые даже по-английски играют. Горд, Венгар! Венгар. Яだけ называется? Венгара! Венгар! Горька, его могу. Горька! land, land. Победа! Победа! Подзабь на бок Xi! Подзабь, подзабь! На полуxi! О, полуше! Ха-а, раз-мей! Слышит камодаж! Лёвый, бай! привоз просто мой мы заканчиваем наш выпуск на фоне озера болотон который называется венгерским морем это было хорошо в будапеште за что мы дико благодарны этому прекрасному городу мне будапешт понравился будапешт оказался атмосферным красивым несмотря на погоду все равно архитектура мне понравилось людей особо не изучил не прочувствовал хорошо играет футбол по моему ты выиграл с первой победой тебя но у меня пока что это четвертый наш европейский город абсолютно точно лучше лучший город из всех где вы были то есть я очень хочу вернуться на несколько дней ну а какие впечатления остались у вас от венгрии будапешт и от данного выпуска обязательно напишите мы соответственно всегда читаем комментарии мы двигаемся дальше мы не просто доехали до моря мы на самом деле двигаемся в загреб это был феть камаз артем нечая sports.ru нам очень помогает в наших путешествиях а еще шины хэнкук плеера которым мы путешествуем по европе погнали в загреб все да я Субтитры создавал DimaTorzok